Марка Jeep наконец откликнулась на призывы фанатов приладить Wrangler'у в-образную восьмерку. До этого публику дразнили только концептами, но серийный вариант оказался даже мощнее шоу-каров. Чтобы разместить агрегат рабочим объемом 392 кубических дюйма, то есть 6,4 литра, инженерам пришлось перекроить раму, а дизайнерам переоформить крышку капота и решетку радиатора. Ожидание, что восьмицилиндровый Jeep Wrangler будет заточен под асфальтовые дороги, не оправдалось. На это прозрачно намекают покрышки внешним диаметром 37 дюймов, натянутые на 17-дюймовые колеса. Исполинский двигатель без особого труда проворачивает огромные катки. До 60 миль в час рамная машина ускоряется за 4,5 секунды. Притом разгон можно сопроводить мощным рыком мотора. Для этого установлен двухрежимный выпуск. Дабы трансмиссия и ходовая выдерживали такой напор, переделаны мосты, подвеска и тормоза. К слову, система полного привода, построенная вокруг многодисковой муфты, неожиданно сохранила демультипликатор. В общем, получился годный мужской подарок на Рождество. Однако продажи дерзкой новинки стартуют после наступления Нового года. Тогда же объявят и цены. Независимая фирма Резвани Моторс, основанная уроженцем Ирана Феррисом Резвани, известна злобными внедорожниками на агрегатах серийных ренглеров. Причем для базовой модели Резвани Тэнк моторы V8 были доступны давно. А теперь калифорнийское ателье предоставило еще один проект – шестиколесный пикап Геркулес. Как и другие модели Резвани, он позаимствовал у джипа раму, мосты, каркас кузова и основные детали интерьера. Но, разумеется, все серийные узлы пришлось переделывать. Длина вытянулась за 6 метров, ширина больше двух, и даже длина грузовой платформы получилась почти 2,5 метра. Ведущей может быть одна, две или все три оси. Под капот ставят один из четырех моторов, включая даже стандартный для рендлера трехлитровый дизель. Но, думаем, покупать такую машину будут с восьмеркой, атмосферной на 500 сил или 7-литровым компрессорным мотором, который выдаст больше 1300. Поэтому и базовая цена в 225 тысяч долларов не означает ничего. Доплачивать стоит за множество опций, включая оффроуд-пакет. А есть даже бронированное исполнение с тепловизором и комплектом химзащиты, которое разом прибавляет к цене еще 100 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова